я не могу не порадоваться за комплекс гостиный двор это пожалуй самый крупнейший торговый комплекс мирового уровня то есть это не ярмарка это это то что достойно уважения естественно он развивается и некоторые арендаторы переезжают самое интересное для нас павильон в котором продавались стендовые модели так вот он переехал вот эту очередь и вход со стороны храма прямо доходите до того места где замечательные лифты стартуют и направо 77 павильон вы часто бываете в музее что странный вопрос и не странный ответ а где эти музеи взять мы пожалуй единственное государство просто традиционно плюем на свою историю то что логичным образом культивируется у нас переплавляется на металлолом растаскивается мародерами и мы что теперь такое страна без новейшей истории истории которые взаимосвязаны с научно-техническим прогрессом а это в первую очередь автомобили самолеты и вооружение и особо странно что городу переплавившему оружие второй мировой западло что ли оставить себе образцы вооружение техники откуда столько эмоций да достало наплевательство на себя и на собственную да и на мировую историю ведь без истории нет будущего нет восхищения созданным и нет желания быть лучше предков но музее реально собрать и объекты реально вживую увидеть и пусть это будет в масштабе но это будет собрав машину танк самолет или корабль позанимавшись с ним недельку дополнительные сведения можно получить из википедии из ютьюба не знаю как у вас а у меня уважение вызывает человек эрудированный начитанный и интересный вот так вот мальчики и девочки было время когда советского инженера все ценили как советский инженер делался ну во первых у нас очень было принято с детьми заниматься творчеством они сидеть за компьютером сидеть за компьютером то есть ничего не уметь свое время лет 25 назад у меня была большая коллекция пластиков модели и руки до сих пор помнят и желание то есть и дай бог чтобы было кому мне научить а сейчас что но есть китай вы ли и многие другие фирмы так вот миллиард китайцев даже два миллиарда китайцев научилась делать то что умеет делать весь мир теперь нам естественно надо учиться жить по принципам развития технического моделизма естественно не девочки будут этим заниматься девочки пускай занимается вышиванием а вот мальчики это пожалуйста тем более что сеть сейчас развита если у вас есть желание сделать свой агрегатик то это вообще не сложно кстати если с детьми посидеть в течение недельки допустим какое прекрасное общение ребенок и вы собираете ну допустим не сам skyline в 33 кузове у меня кстати есть такой насколько сложно все это сделать ну это элементарное желание наличие клея в наличии естественно наличие красок кисточек шпаклевки и через 5-10 лет если вы сейчас своего ребенка научите то на вашей пенсии этот человек с руками будет востребован поэтому думайте папой мамы а дети давайте сюда 77 павильон стендовый моделизм развивает самые главные навыки умение работать руками головой навыки необходимейшие человеку без амбиций овоща стендовый моделизм он дешев и это очень красиво этим можно гордиться особенности бизнеса таковы что рано или поздно но приходится менять места так скажем дислокации приходится естественно обращаться к услугам телевидения как самого доступного и понятного средства массовой информации так вот переехал из привычного ранее место рядом с льдорадом павильон стендового моделизма нет это тот же гостиный двор восточный и северо-восточный вход еще проще первый этаж местечко прямо рядышком с панорамными лифтами тут еще и полноразмерная модель ну не модель а настоящий автомобиль стоит так что за живой историей за навыками знаниями и просто красивыми вещами сюда и давайте открою небольшую тайну почему я имею право заниматься телевидением потому что всегда хотелось создать что-то и поработать и клоуном и волшебником одновременно это все возможно но вообще-то в детстве я занимался и борьбой и плаванием и техническим творчеством пора возвращаться к своим корням то есть радиоуправляемые модели у меня есть и ни одна штука и самое интересное началось когда я уже был в восьмом классе тогда появились большом ассортименте пластиковые масштабные модели и сейчас я кое-что собираю ну а вот на этих агрегатах я как-то летал ту-154 м boeing 737 в общем есть в этом павильоне много чего того что хочется делать не только водку пить вот а чтобы понять массивность созданного человеком достаточно взять себе вот такую модель титаника